Праздничная обстановка Уже концовка, конечно, была такая напряженная, но довольно уверенно закончили матч А помимо Нека, который забил гол, кто еще отключился в этой игре сегодняшней? Может быть, кого-то отметить из новеньких? Ну, гол забил Нека, но там моменты имели и многие игроки Я думаю, сейчас делить на тех, кто отличился Я думаю, отличился и вратарь, и защитники отличились там несколько моментов Были ошибки, и нападающие полузащитники имели моменты, довольно достаточное количество моментов Поэтому, я думаю, вся команда сыграла на победу Внесла вклад отдельно кого-то, одного, двоих, даже Нека я не могу отметить Потому что эта команда выиграла В первом тайме игра была от ворот до ворот И как бы очень динамично такой футбол шел Но во втором было видно, что Активен что-то изменил Именно в таком плане И Активен и его мил Почему это было тяно? Ну, по этому поводу, что я могу сказать Все-таки мы немножко были Подготовка прошла и соперника также Прошла немножко как бы нецельно Потому что команда разделилась на две группы Одна в сборной, другая у нас Мы провели определенный цикл работы И в этом плане была немножко дисбаланс функционального состояния Поэтому во втором тайме, в начале матча Второго тайма у нас немножко где-то начали Немножко не хватало Потом соперник тоже подсел И игра выровнялась И мы забили гол И еще игра уже концовка была Поэтому начало второго тайма было, конечно, за соперника У нас всегда, мы считаем, у нас преимущество есть В домашних матчах, где-то выездных В Алмате Здесь мы играли с Карагандой Караганда тоже, мы видели, сколько десантов большой был Поэтому очень хорошая обстановка Футбольная обстановка, праздничная обстановка Награждение великолепное такое, праздничное Я не знаю, ну осталось только порадовать Порадовать болельщиков игрой Ну я не знаю, как это получилось у нас Это вам оценивать На предматчевой пресс-конференции вы сказали, что Возможно, вплоть до окончания заявочной кампании Кто-то еще появится в клубе Но глядя на вашу игру и внушительную группу атаки Может быть и не нужен никто, такие футболисты, как Пизель у вас на скамейке сидят и так далее Может быть, можно играть и побеждать вот таким составом? К этой игре, она первая игра, мы подошли без потерь Без потерь по здоровью и так далее И то у нас не играли по разным причинам Зинькович и Царякаев Но сейчас игры пойдут подряд В прошлом году мы сыграли 45 игр 45 официальных игр У нас были проблемы Из них, я вам скажу так За 54 дня мы сыграли 15 матчей Два дня на третий Очень было сложно Поэтому, я думаю, 12-13 человек вряд ли мы обойдемся И поэтому хотелось бы сделать скамейку такой Чтобы достойно Замены были достойны Сегодня Пизель вышел Он усилил игру То есть не ослабил, а усилил И так далее Следующий игрок должен выйти На следующий какие-то микротравмы Травмы, не дай бог большие травмы Все равно мы должны выходить И у нас должен быть комплект игроков В России полевых игроков 20-24 игрока держат разноценных Мы этого себе позволить не можем По финансовым соображениям Мы выходим хотя бы на 16 игроков Выступая в чемпионате России За Аланию, Неку играл на разных позициях Газаев его использовал И в левой зоне, и под нападающими И справа, и на острие атаки У вас он играл сегодня в левой зоне И забил оттуда мяч Вы нашли ему оптимальное место Или планируете все-таки его использовать Как-то еще? Ну, я считаю роскошь Иметь игрока на одной определенной позиции Потому что Нет, если два состава То можно иметь таких игроков Которые играют на одной позиции Его можно заменить кем-то Но если их 16 То волей-неволей должны быть универсальные игроки Которые могут играть на двух Может быть трех позициях Поэтому мы все-таки ориентируемся на это На это, когда подбираем игрока Мы все-таки ориентируемся Чтобы игрок С учетом наших финансовых возможностей То, что у нас комплект игроков 16-17 игроков Это я без молодых считаю Без молодых, опытных игроков Чтобы у нас была взаимозаменяемость Поэтому у нас, в принципе И слева, и в центре, и справа Они могут все играть Практически Они играли в этих позициях Ну, конечно, нужна практика Определенная Там передыгрывать на несколько дней Но они способны играть и в атаке И справа, и слева В принципе Поэтому университализм должен быть В данной ситуации У нас, в Казахстане У нас таких денег нет Чтобы брать 20-20 человека И держать весь год Пять человек на трибуне будут сидеть Только Пять человек в запасе И пять на трибуне Это мы себе позволить не будем И вы не позволите Болельщики не позволят Я имею в виду Держать такой штат Я вас поздравляю с тем Что ваша команда И вы выиграли сегодня Первый трофей сезона Тем более, что Ак-тебе давно Достаточно Ну, по три-две И вырвался Как будете праздновать? Ну, я думаю, скромно Я думаю Обойдемся в 15 минут Завтра у нас подготовка начинается У нас чемпионат начинается К нам готовится Сейчас все по-другому Раньше В прошлом году было легче В психологическом плане Потому что у нас Была стартовая площадка Это третье место И поэтому у нас был Значит запас Подниматься Сейчас у нас нельзя опускаться Так получается Поэтому и полетчики нас не поймут И по другому отношению Поэтому немножко нервозность Есть в этом отношении Больше, чем в прошлом году Поэтому праздники Подменяем Господа, еще вопросы Согласитесь Господин Никитенко Заслужил аплодисменты За красивое начало Спасибо вам Спасибо прессе И спасибо болельщикам Судьям За хороший матч В хорошей обстановке Спасибо 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 Спасибо